Давние времена, более 400 лет назад, произошла невероятная история, в которой верный конь спас своего хозяина от неминуемой страшной гибели. В средние века на территории Соединенного Королевства и даже за его пределами ходили слухи об удивительном жеребце по кличке Марокко. Это был крепко сбитый, невысокого роста конь красно-гнедой масти. Кроме обычных для всех лошадей трюков, конь этот обладал потрясающими интеллектуальными способностями. Он мог сидеть по-собачьи, притворяться мертвым, кланяться важным особам. Он мог также выбирать из общей толпы определенных людей по указанным ему параметрам. Юных дев, джентльменов в очках или детей. Марокко различал желтый, зеленый и фиолетовые цвета. Мог отыскать какую-то припрятанную на теле одного из зрителей вещицу – платок или бумажник. Были в его арсенале и довольно пошлые трюки, которые неизменно вызывали всеобщий восторг среди толпы зрителей. По команде Марокко выпивал залпом большой ковши воды, а затем смачно мочился в точно указанном ему месте. Донесла до нас легенда и то, что лошадь эта умела считать. Всем этим премудростям коня научил его хозяин – Уильям Бэнкс. Он выкладывал перед ним монеты, а тот, в свою очередь, бил копытом о землю ровно столько раз, сколько было всего насчитано монет. Рассказывали еще, что Марокко обладал даром предвидения и своим поведением указывал на близость опасности или неприятностей. Но, впрочем, этим даром обладают все животные. Только человек, все дальше отдаляясь от природы, притупил в себе эту способность. Покорив своими талантами Англию, Бэнкс со своим питомцем перебрались через Ла-Манш во Францию, где продолжили свои выступления с номером «Ученая лошадь». Фокусы и представления были довольно опасным занятием в те времена. Инквизиция, прознав проудивительное животное, тут же обвинила и хозяина, и лошадь в вероломном колдовстве. Смертная казнь через сожжение ждала всех, кому было предъявлено подобное обвинение. Неоткуда было ждать помощи и спасения нашим бедолагам. Хозяин Марокко ругал себя за то, что вообще научил его всем этим трюкам, вместо того, чтобы просто использовать его на обычных для лошадей работах. Пахать, сеять или таскать телеги в упряжи. Но перед казнью Бэнксу с Марокко было дано разрешение в последний раз выступить перед своей публикой. И верный конь снова удивил. И не только своего хозяина, судей, но и всех нас. А случилось вот что. Когда Марокко с Бэнксом стали выступать перед зрителями, инквизиторами, а судья уже собрался выносить свой смертный приговор, лошадь безо всякой команды преклонила колени перед судьями и крестом. «Видно, не дьявол, а десница Господня повелела этому животному подать мне этот знак», объявил всем присутствующим в тот момент судья. Этот поступок настолько поразил и его, и всех собравшихся, что решено было оставить жизнь и человеку, и его потрясающему подкованному другу. Молва донесла до наших дней, что Марокко со своим хозяином продолжали выступать и радовать своими трюками публику еще долгие-долгие годы, зарабатывая себе на жизнь, в чем, кстати, неплохо преуспели. Прощаюсь с вами, друзья. Жду ваши комментарии и лайки. Благодарю за подписку. Поделитесь этой чудесной историей со всеми своими знакомыми. Им тоже очень нужно верить в чудеса. Всего вам доброго!